Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики новенькие. Мы находимся в Великая Слива. Это от Слудска, вот в ту сторону город Слудск, Минск. Слудска в среднем 10 километров, до Минска 110-115. Здесь есть почта в деревне. Это деревня Минская область Слудского района. Остановочный пункт, здесь маршрутки проходят. Два продуктовых магазина. Два продуктовых магазина, и в той стороне продается дом. Сейчас мы поедем, сделаем вам обзор дома. Деревня Великая Слива. Рекламная пауза. Также мы делаем обзор деревенских домов, которые продаются в деревнях. Звоните, пишите, сделаем видеообзор вашего дома. Покажете, что вы продаете. То есть люди готовы купить. Ну вот здесь вот находится домик, вот тут он продается. Сейчас пойдем смотреть его. Как вас величать? Светлана и Володя. Светлана и Володя, да? Это на следственное жилье вам досталось, получается, от родителей, да? Да. Было на двоих. Акорбили на херафор. Участок по забору такой покрашенный, как туда, да? Да, до деревьев. До того делается. Сколько участок тут земли? У нас сейчас может быть больше, так вот, понагляд. По паспорту. По паспорту 25, а там. Понятно. Большая деревня. Светлана хорошая. Большая деревня, тут магазины есть, школа. Да, тут два магазина у нас. Вот ларок рядом у нас. Школа, садик, библиотека, почта, клуб. Работа есть у нас ферма, коровы, телята, бригадческая, полеводческая бригада, гараж, механизаторы. И до города сколько, да? До сюда, до сушка, четыре. До знака четыре километра. Четыре до автобуса, можно сказать, да. Там автобус уже в город ходит. Да, а так ходят у деревни автобусы, да. А так на вокзал один. Ну и маршрутки ж тут проходящие. Куда и до Солигорска, получается, в километре. Двадцать пять там. Да. Ну что, пойдемте смотреть всадьбу. Еще есть, деревня чистое, хорошее. У нас уже дают добро на электрокаты. У нас электрокаты уже проводят. Можно ставить, то есть вместо газа проводить. Да, вместо газа. Это у вас что, колодец? Колодец. От колодеца в дом проведена вода. Вода. Чекаем маникат. Участок расчищенный, как говорится, полностью. Полностью жерновая пшеница посеяно сейчас. А тут газ, это баллон привозной будет. Привозной газ. А вообще в деревне есть газ? Нету. Нету газа. Вот электричество, да. Электричество. Вывезено. Фундамент с высотки. Вон под шуба шикатуром под покраску. Тут это вход туда-сюда, да? Два у нас входа. Два ухода. То есть один вход сюда на двор, можно сказать? А один парадный с улицы. От мостка идет вокруг дома полностью. Да, а то спереди там крошки не далили. Не далили спереди. Не далили. Ну что, пойдемте в дом. Куда пойдем? Сюда или спереди? Раздуваться там или нет? Не, не надо, не надо, не надо. Это вот крыльцо, как называется, с большим фундаментом. Можно потом под верандочку сделать. Ну да, в перспективе. Да, да. Окна пластиковые здесь? Везде. Восемь окон. Все открывающиеся. Все открываются. Все открываются. Все москитные сетки. Все. Это вход. Это кучеварка. Топочная отдельная. Котел на твердом топке. Плитка на полу. Брикет, дрова. Да. Полы теплые, нет? Нет. Мало ли. Санду уже ладили. Ну, совместно с ванной. Ванна. Боллер для пода. Боллер, это врача-радава подается. Ну, в смысле... Ванну и кухня. Греть. А холодно постоянно. Насос. Насос. Подверженные вот подстиралку. Выводы. Да. Тут ванна, там, тут санузел. Насос. Насос на качел. Все понятно. Так. Тут, как мы называем, кухня. Это кухня. С мебелью будете продавать? Ну да. Что есть. Все, как есть. Кухня. Газ. Тут. Счетчики, я так понимаю, дома новые все, да? Ну, мы поставили только что, да. А сама проводка? Новая. Все новая. Все новая, да? Да. 17. Так, с кухней мы куда попадаем там? Вот еще спальня есть. Нет, спальню хотел. Давайте спальню подожжим. Не забыли про спальню. На ней не забудем. Спальня. Ну, это кто-то под что захочет. Все просто. Может детская быть, может... Кабинет я строил. Кабинет, да. Приемочный, приемочный. Тут даже ковер. Какого-то тут это дом под офис. Ну, половину. Ну, вот так люди говорят. Вот это что, про что? И какого дом сам год постройки? Что он сделан там? Что, что? Что, что? В интернерации шлаг и бетон. Бетонный шлаг и кирпич. Шлаг и бетон. И красный кирпич там написано. Это веранда. Ага. Ага. Ну, тут банкеты можно отмечать. Да, стены шикатурные. Шпаклеванные, грунтованные. Ну, по подклейку. Но уже на зиму мы не клеили просто. Паровое полностью меняли новое. Ну, это ж понятно. Мы все переделывали. У меня и там спальни, и это пластиковые потолки. Ну, с пластикой тут и у той спальни маленькой. И тут с пластикой. Да, пластиковые. Сейчас. А там уже выход получается на ту сторону, да? Там еще половина лет. А, еще половина? Да. Тут под что хотите подключить. Под что хотите подключить. Да. Потому что здесь, получается, будет выход на улицу уже центральную. И здесь уже можно гостиную. Ну, подплитку, наверное. Два выхода. Железные двери входные. Внутренние деревянные. Ну, это вот этот зал считается большим. Сколько у всех квадратов? 107. Ну, 107 квадратов. Железные. Ну, внутренняя. Внутренняя. Ну, внутренняя. Внутренняя. Внутренняя 147. И тут комната еще. Итак. 2,80. 2,80. Повыдерали ранее. Ну, то есть, как говорится, заходи и живи. Заходи и живи. Да, все убрано чистенько. Ушел по-моему. Поставили этот котен, я на квартире не окажу. Ну, так можно же дровишки подкидывать. Можно, можно же. Дом челк. Ну, и говорится, что только я. Я князья стала. Сейчас 10 годов и дети выросли. А потом мы построили, сейчас квартиру получили. Ну, и выход здесь открывается. Конечно. Отсюда показать. Тут тоже крыльцо высокое. Тоже можно подбирать. Крыльцо выход. У нас документы, как были, так мы и оформляли. Пробили так, чтобы... Самый главный вопрос. Сколько вы просите за его? 17 рублей. 17 с УЕ. 17 с УЕ, 17 тысяч долларов. По курсу у нас с банка. Ну, то есть, на переводы наши белорусские деньги. Да, это ставка. Ну, то есть, и поторговаться еще можете, да? От моста вот отсюда вот. Ну, по кругу и только там прошли... Ну, там... Заборы поменяли. Шубу нанесли. Все так, только что... То есть, я так понимаю, в этот дом как бы он был жилый? Жилый, родители жили. Потом поумирали. Потом на двоих два брата были пополам. Иной была и перегорожена. Потом он отказался в пользу старшего брата. И расширили на продажу. Ну, с выплатой. Не считали, сколько денег пошло на все? Девять. На такой ремонт? Да. Это без работы? Без работы, сами работали. Ну, плюс работы, конечно, еще. Это девять, стройматериалы без работы. Плюс еще, если посчитать работу... Да, да. Пойдемте еще раз пройдем, посмотрим. Горатую. До улито. Как бы цена хорошая и дом хороший. Да, и дом. Именно вот... Сейчас сквознячком, ничего страшного. Просто приходят лететь по дачу. Это очень большой дом. И по дачу это надо... По дачу, да. Здесь как бы заходишь из гостиной. Тут комната, там комната. Можно сказать, зал. Да, комнат много. Здесь... Он светлый. Ну, улица тихая такая, спокойная. Псеклопакеты даже... Ну, машин почти не слышно. Ну, а когда псеклопакеты... По подклейку просто готовили. Уже вносили... Ну, да, кто клеить, кто красить, кто как. Да, кто что уже. Теперь же модно и все. Ну, как бы, если бы заехать жить, уже как бы все завозить сюда, что... Да, что... Холодильник, считай, диван. Поесть и езди, приготовить. То есть... Если даже кому-то надо, мы просто все повывозили, чтобы... Лишнего не было, да? Чего-то к человеку не надо, придет договоримся, мы и холодильники, мягкие уголки. Но тут все было, но просто... Можем все так... Свет тут выключайте, не забывайте. Чтоб человек заехал, ну, как я не хотела. Да. И деревья эти старые поубернули. Ну, конечно, зарабили, как я говорю, человек не бежал. А мой дом вон, напротив, мы построили. Себе, да? На оборуде, да. Тут дверь тоже, а тут пластик еще. Нет, это деревянные дерева. Железные две уходные. И участок земли садись, что хочешь. Да. А мой дом вонит на оборуде, забачковский был. А наш он коттедж. Коттедж. Там, да, тоже поделится. А на что нам два? Детям никому не надо. Вообще, свои стройки, подстройки, люботажные. Просто хошек на воду. Ну да, чтоб пришли, жили. Так, я вам показывал. Газ есть баллон, даже два баллона. Можно сказать, это колодец на улице, если надо. Еще плюс вот такой гараж. Под малый автомобиль. Заезд. Вот калитка во двор есть. Заезд большой. Два магазина. Радом пять минут ходьбы. В ту сторону вот это все находится. Да, да. Радом. Так, как говорится, спасибо этому дому, поедем к другому. Так что удачных просмотров, чтобы покупатель, хороший хозяин, нашелся с руками. То есть дом просторный. Родители были хорошие. Ну, я говорю, что даже вот так обычно покупают дом для дядьков, даже, ну, какая семья тут жила. Они пьяницы, хорошие, люди тут живут. Хороший дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова